Когда же мы всё-таки сможем выдержать победу? Сможем ли мы вообще? Сможем. Здесь нужно понимать, что делать. Вот если ничего мы не поменяем сейчас, то не победим. Мы проиграем. И достаточно быстро, я думаю, к концу следующего года. А знаете ли вы, что конкретно нужно понять, чтобы выдержать победу? Да. И это на самом деле не новость ни для кого. Это в принципе логично и понятно. Просто это нужно делать. Во-первых, первое, что нужно сделать, это мобилизовывать всю незанятую молодёжь. Все, кто сейчас не трудятся, не трудоустроены, должны быть мобилизованы. Гуманитарии должны идти на фронт, а технари должны идти в военно-промышленный комплекс. Создавать эти дроны новые, снаряды, ракеты и так далее. В этом случае как раз не останется в стране незанятой молодёжи, которая как раз может создать вот эту революционную массовость. То есть, что нужно для госпереворота? Нужна картинка. Госпереворот делается в кабинетах на самом деле. А массовость, вот эта революционная большая толпа людей нужна для картинки, чтобы показать средства массовой информации, мировой общественности. Остальным людям в других городах, кто не видит. То есть, им нужно показать, ну, типа, вот пришёл народ, он был недоволен и свергнул власть. На самом деле, этот народ просто как картинка, что пока ушёл. Вот и всё, зачем нужен народ. Но без этой части госпереворот не состоится. Поэтому, если мы уберём с улиц вот эту вот часть людей, то мы сохраним государство. Это сегодня можно сделать только мобилизацией. По-другому никак. Не всех подряд. Но вы же понимаете, что в случае мобилизации начнётся как раз-таки бунт против власти. Как раз-таки. Потому что народ будет недоволен, что забирают их сыновей, мужей и так далее. Это не будет носить массовый характер. Только незанятые молодёжи. Незанятые, кто не устроен на работу. И более того, можно, да не можно, а так должно делаться. Допустим, окончил вуз или там училище. У тебя есть три месяца, чтобы устроиться на работу. Не устроился, идёшь в армию. И опять же, не все прям в армию. Они никто не пойдут на передовую. На передовой профессионал. Она и сейчас, если посмотреть на передовой, там Минобороны минимум. Минобороны занимаются обстрелом, ракетами обстреливают территорию. А на передовой войска ЛНР, войска ДНР, войска Ахмат Кадыровские и Вагнер, ЧВК, частная военная компания. Вот он на передовой. То есть это профессионалы. Те, кто либо уже 10 лет на войне, бесперерывно, да, как ЛНР, ДНР, 8. Либо это Ахмат, это спецназ, военный спецназ, у которого есть всё техническое оснащение. Всё. И ЧВК Вагнер, это частная военная компания, которая из людей, которые туда попали, делают просто суперсолдат. И не боятся ничего, они как танк прут. Просто. Вот много уже мы роликов видели оттуда. Не буду комментировать. Не люблю вот эту жестокость. Но всё это можно в интернете увидеть. То есть насколько героически сражается вот этот отряд ЧВК. Мобилизация лишь уберёт революционную массовость. Второй момент важный. Должна появиться государственная пропаганда, которой сейчас нет. То есть сейчас нам по телевизору рассказывают только половину пропаганды. То есть то, что мы воюем против фашизма. Это то, что говорят. Хорошо, против чего понятно. А за что? Вот. Можешь мне ответить, за что мы воюем? Честно, нет. И никто не знает. Никто не знает, да. Вот то же самое, стоишь в пикете, выдёргиваешь человека. Говоришь, а за что мы воюем? Или он сам спрашивает, а за кого я буду воевать? За что я буду воевать? Никто не знает. Как это подаётся конкретно по новостям, по телевизору, по крайней мере в конце, в начале спецоперации, это подавалось так, что мы освобождаем, помогаем людям, следовательно, с Украины. Это наши, русские, мы хотим их защитить, освободить, следовательно, помочь им. Но народ не понимает, ну зачем мы им помогаем. Если можно было просто их не трогать, нас бы тоже не коснулись. Да. Абсолютно здравая логика. И так думает большинство. Вот в чём дело. То есть, наше государство сегодня не говорит, за что мы сражаемся. И это самая большая проблема. А не говорит она, потому что не знает, что сказать. Потому что та самая элита, возвращаясь к самому началу разговора, довела страну до этого. Своим капитализмом, своим получением максимальной прибыли, им просто нечего предложить людям. Вот в чём дело. Что, за что человек всегда сражается, русский человек. За свою землю. За свою землю, за свою семью. За светлое будущее, в конце концов. Вот о чём мы начали разговор. Так это должно быть как раз в пропаганде. Об этом должны говорить. Но не просто говорить. Это должно быть записано. Это должно быть объявлено. То есть, никто не говорит, понятно, что на переправе коней не меняют. То есть, спецоперация началась, и государственный строй никто трогать не будет до тех пор, пока не будет победы. Но нужно объявить, декларировать, то, что после победы мы будем строить справедливое общество на благо каждого. С учётом интересов всех, не только олигархов, а всех, всех слоёв общества. Это нужно заявить. И тут возвращаясь к тему трём социалистическим базисам. Нужно объявить то, что после окончания спецоперации, после завершения её победы, будет реформа Конституции, в которой будут напрямую прописаны вот эти три базиса. Народ – единый правосубъект, земля, недра, природные ресурсы принадлежат всему народу, то есть, так называемая, общенародная собственность, и учрительным государством является народ. Имея вот эти три базиса, государство будет обязано работать в интересах народа. У них другого выбора просто не будет. Вот в чём дело. Тогда, если это объявить, тогда и человек будет сражаться за свою землю. Вот в чём проблема. Потому что у нас только половина пропаганды, половины войнами не выигрываются. Вот в чём дело. Ну и ещё один момент, то, что нужно усилять ВПК, военно-промышленный комплекс. То есть, как раз благодаря мобилизации, благодаря тому, что все технари уйдут в военно-промышленный комплекс, не нужно, чтобы они шли на фронт, ни в коем случае. Потому что тогда некому будет создавать вооружение. Потому что вооружение предыдущих поколений, оно неэффективно сейчас. Самое эффективное сейчас оружие – это дрон. Беспилотник. И их нужно делать, их нужно создавать. Вчера ещё надо было это делать. Потому что уже поздно. Уже люди умирают. И тысячи людей умирают из-за этого. Потому что наш военно-промышленный комплекс не готов к вызовам сегодняшнего времени. Придётся догонять. Придётся, хромая, восполнять этот момент. Но вот то, что я сказал, должно быть сделано уже сейчас. Дело в том, что даже эта элита сегодняшняя, она сама должна инициировать это. Она сама должна это начать делать. Это в их интересах. Их просто так же не будет. Если спецоперация завершится с поражением, их просто не останется живых никого из этой элиты. Их всех сметут. Никто не убежит. Никто не уйдет ответственности. Они все давно под колпаком. Они просто перестанут быть нужны. Точно так же. Поэтому сама элита вынуждена это будет делать. Обязана это делать. И до тех пор, пока она это не поймёт, мы будем терять жизнь людей. Субтитры сделал DimaTorzok